Началось спустя год после референдума по Брэкзиту, Великобритания начала официальный процесс развода с Европейским Союзом. Первый раунд переговоров состоялся в Брюсселе. К чему пришли стороны, узнаем у нашего Сапкора Светланы Чернецкой. Дэвид Дэвис и Мишель Барнье, эти два политика, главные фигуры в процессе Брэкзита. Дэвис глава специально созданного в Британии министерства. Барнье главный переговорщик от Брюсселя. Они уже виделись, причем не один раз, но только сейчас официально дали старт бракоразводному процессу. Многого от первой встречи не ждали. Главное, что она должна была показать, готовы ли стороны к поиску компромиссов, или же упрямо будут стоять каждый на своем. Брюссель продемонстрировала, что в ключевых вопросах на уступки не пойдет. И в первую очередь потребует утрясти финансовые проблемы. Определить сумму так называемых отступных. Это деньги, которые Британия должна будет заплатить за выход из ЕС. Лондону пришлось согласиться. 1-0 в пользу Брюсселя. Мы договорились по датам и приоритетам в переговорах. Мы должны снять неопределенность, возникшую из-за Брэкзита. И убедиться, что выход Британии из ЕС пройдет организованно. На переговоры отведено 2 года, но в случае, если договориться не удастся, Лондон обещает выйти из ЕС и без сделки. Впрочем, в Европе все еще остаются оптимисты, верящие в чудо и призывающие Соединенное Королевство одуматься. Поскольку я оптимист, то позвольте мне сказать, что лучшим результатом переговоров будет то, что Британия останется в Евросоюзе. Брюссель уже показал, переговоры будет вести на своих условиях. Многие аналитики прогнозируют, что ЕС намеренно будет действовать жестко, чтобы сделать пример Британии показательным и отбить охоту у других государств покидать европейскую семью. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.